Наступаю, и послушайте, какая за унывная песня, ребята, но... Не то, чтобы в Гнесинку не заходил, а в дворовом хоре не участвовал. Всем привет из Испании. Я примерно в 20 минутах от Мадрида заехал вот в лесок на этой машинке. Знаете, что это за зверек? Это Toyota CH-R. Новинка из новинок. Услышав название, вы, наверное, подумали, не перепутал ли я с Хондой. Я задал похожий вопрос главному конструктору. Он сказал, нет-нет, еще 6 лет назад, когда мы только разрабатывали концепцию, мы применили эту аббревиатуру как рабочую, что-то типа купе High Rider, ну такой наездник высокого полета, а затем ближе к производству ничего нового не придумали, ну и решили, что оставим вот это вот название. Вы этому верите? А верите ли вы московским представителям Toyota, которые говорят, нет-нет, эта машина не для России, и, скорее всего, мы ее продавать не будем. Я вот этому не очень-то верю, и в поддержку моей позиции есть несколько обстоятельств. Я вам о них расскажу. Да, уж здесь вариатор, да еще в сочетании с моторчиком 1.2. Ребятушки, вокруг теста вот этого кроссовера просто у меня какая-то заколдованная история, заколдованный круг. Смотрите, поначалу я было вцепился в этот автомобиль в Дании, там были большие тесты кандидатов на звание автомобиля года, и Toyota C-HR один из этих автомобильчиков. Выкроил время, поездил, что-то решил рассказать, потом вдруг выясняю, что камера, вот которая смотрит на меня, ничего не записала. Хорошо, меняю камеру, вечером выясняю, что не записался звук, ну, точнее, записался с каким-то жутким браком, с тресками. Прилетаю в Москву, в Москве спрашиваю, в представительстве. Ребята, я слышал, у вас парочка автомобилей все-таки есть в России, может быть, дадите мне завершить начатое дело? Да нет, никаких автомобилей в России нет, это ты, наверное, опознался, не то увидел. У коллег журналистов из других стран выясняю, что в Испании, в Мадриде, будет проходить еще один тест-презентация для журналистов. Прилетаю сюда, в Мадрид, первым делом встречаю аж 15 журналистов из Украины, и действительно ни одного российского. И вот я думаю, почему же такая завеса секретности вокруг этого автомобиля, ну, применительно к российскому рынку? Система мультимедийная приветствовала меня по-русски. И как раз сейчас, вот на сегодняшний день, мы договорились с моим приятелем, вы, может быть, тоже его знаете, он радиоведущий известный автомобильный, Никита Небелицкий, так вот, Никита Небелицкий пообещал мне, что приедет сюда в Мадрид, он живет сейчас недалеко от Барселоны, поможет мне со съемкой этого автомобиля, мы вместе поездим. Никита мне утром звонит, говорит по-дорожански, скончалась моя собака, не смогу приехать. Зато в итоге я поездил на всех версиях, на гибриде с мотором 1.8, с новым турбомоторчиком 1.2 116 сил, в комбинации с передним приводом или с полным, шестиступенчатой механикой или с напрочь бесступенчатым вариатором. Так что не удивляйтесь разномастным машинкам и моей щетине разной длины. Любопытно, что у всех версий время набора сотни 11 секунд, ну плюс-минус несколько десяток, включая и наиболее вероятную версию для России, но о ней чуть позже. Вот эта машинка, она интересна в первую очередь еще и тем, что это, правда, наряду с новым Prius уже четвертого поколения, это первенцы новой платформы TNGA, Toyota New Generation Architecture. Ну, не платформа в привычном понимании, а, если угодно, платформа-платформ. Эдакий инкубатор, семенной фонд, на основе которого выведут этак с десяток Toyota и Lexus. Главным образом сегмента C, ну, опять же, плюс-минус. А если говорить, собственно, о платформе, ну, в таком привычном понимании, там, пол, набор подвесок, силовых агрегатов, то здесь это называется GAC. Здесь, вроде бы, у этого проекта, ну, по крайней мере, для внешнего мира, для журналистов, есть такой индивидуальный, причем довольно яркий лидер, Хироюка Коба. Главный конструктор и главный идеолог, и он, представьте себе, ну, видимо, это стоит большого труда для него, но говорит от первого лица, я решил, я подумал, я вот отказался от этого. Странно так для Toyota слышать, Toyota мама, я никто, ничто. А он говорит, я, я главный конструктор. Места над головой вроде бы хватает, но, смотрите, здесь есть такие луночки в потолке сделаны, вы их, наверное, не видите, будто бы для самых высоких, это вот, чтобы они в каких-то фиксированных положениях подпирали потолок. Я спросил у Коба-сана, а будет ли люк или панорамная крыша? Он говорит, нет, не будет, я же тебе говорил, что главной моей задачей было понижение центра тяжести, ну, и борьба за хорошую управляемость. Может быть, и правда. Ну, Коба-сан действительно приложил массу усилий для того, чтобы понизить центр тяжести. В частности, был наклонен еще силовой агрегат, что позволило попутно и снизить линию капота, и вот эту вот кромочку, ну, и улучшить обзорность. Она здесь и в самом деле хороша. Даром, что новый Prius и CHR действительно соплатформенники, для этой машины много чего переработали. Ну, в частности, если говорить о подвесках, в передней подвеске применен такой очень толстый стабилизатор поперечной устойчивости, причем тяги от него заведены непосредственно на стойке. Сзади вместо Silent Block в нижних рычагах применены шаровые шарниры, ну, и все это, понятное дело, чтобы снизить задерзки, чтобы сделать реакции более точными. Я, кстати, специально прокатился на соплатформенном Prius. Ну, и внешне, и в салоне вообще ничего общего, а по езде по сравнению с CHR рис, рисовая каша, даже без соевого соуса. Ну, ладно, чуть покачиваясь, не мудрено, что основной рынок с бытом в США. Когда в разговоре с тойотовцами говоришь, ну да, это, наверное, ответ Toyota на Nissan Juke. Нет, нет, при чем тут Nissan Juke вообще, о чем вы говорите? Nissan Juke меньше, и вообще это не наша тема, нашли с чем сравнивать. Хотя на самом деле и Nissan Juke конкурент, и масса других автомобилей. Здесь почти 4,40 длина этого автомобиля, так что если говорить о ниссановских кроссоверах, то впору упоминать Qashqai, ну и, между прочим, сам RAV4. А еще кроссовер CHR ознаменовал позднюю, но все же капитуляцию, Toyota под натиском даунсайзинга. Моторчик 1200 кубиков, и, похоже, Toyota выступила с самой продвинутой конструкцией. Понятно, турбина с низкой инерцией, мультизарядный непосредственный впрыск, а вот любопытная особенность. Система изменения фаз газораспределения, VVTi, но теперь она с дополнительным индексом W, что означает wide, широкий, работает в таком диапазоне, что при малых нагрузках позволяет впускному клапану оставаться приоткрытым и в начале такта сжатия, переводя классический цикл Отто на цикл Аткинсона, а точнее на цикл Миллера с укороченным сжатием, экономя за счет уменьшения так называемых насосных потерь. По набору всевозможных фактур в оформлении передка, по-моему, это чемпион. Я не уверен, что даже в премиальном классе такое есть. Смотрите, вот раз, два, три, четыре. Четырехслойный такой бутерброд. Здесь пирог. Это, ну, нечто похожее на кожу. Это пластиковая вот эта вот оплёточка. Можно подумать, что она светит с таким акцидным синим. Нет, на самом деле это пластик, но довольно мягкий на ощупь. Лакированный, эдакий рояльный лак. Ну и более традиционный, тоже мягкий на ощупь пластик. А есть еще вот здесь, смотрите, а-ля мешковина. Он уже твердый, то есть, ну, прям много-много-много всего. Вот эта штука, она, ну, конечно же, холодна, но, с другой стороны, выглядит вполне стильно и тем паче, что все остальные пиктограммки, вот здесь, вот здесь, вот указатель температуры, вот здесь, все это сделано примерно в таком же цвете. О, даже бутылочки нам в дорогу. Дальше такого же синенького цвета. Медиа-система. Ну, экран-то небольшой, и мелочи неприятны. Разрешение экрана, ну, как будто из прошлого десятилетия. Такой зернистая, зернистая очень картинка. И досадно то, что здесь нет функции Apple CarPlay или Android Auto. Ну, мне сказали, что платформа якобы для этого не подходит. Зато весьма хорошо звучащая музыка. Здесь акустическая система JBL. Ну, тоже общим местом становится, даже на небольших автомобильчиках, да, использовать брендовые акустические системы. И звучит, правда, здорово, но наивно вам что-то ставить сейчас. Есть почти все системы превентивной безопасности современной, включая автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, слежение за разметкой. Я давно уже не злостный нарушитель, но исключительно в экспериментальных целях пару раз подлетал к лежачим полицейским с двукратным превышением никаких ударов. Энергоемкость подвесок выше всяких похвал и при этом по-тойотовски кошачья плавность хода. А ехать, а ехать-то хочется быстро. Ребят, ну это действительно классное шасси. Вот по настроению, я не уверен, что это подтвердилось бы сейчас таким экспресс-сравнительным тестом, по какой-то, если хотите, эмоциональной нише, Toyota C-HR находится примерно в том же месте, в каком была, даст Бог памяти, в 94-м году прошлого века, первый RAV, первая Toyota RAV4, конечно же, еще трехдверная. Ну, почему Toyota RAV4 первого поколения поехал хорошо? Понятно, потому что автомобильчик был построен на платформе Toyota Celica, а там все, слава богу, было в порядке. Затем RAV4 так подрастал, подрастал, становился скучнее, таким унылым увольнем, хотя в последнем поколении так все еще более-менее. И вот как раз на это место и претендует Toyota C-HR. Все в комфортной, но в то же время вполне такой драйверской зоне. Хорошие-хорошие настройки. Полный привод на этой машинке реализован так же, как и на RAV4, то есть многодисковая муфта с электронным управлением, преднатяг при старте, примерно 10% подается назад. Ну и в предельном случае муфта замыкается полностью, соответственно, момент распределяется 50 на 50 между передком и задней осью. Скажите, вам действительно нужен полный привод на такой машинке? Но вот спросите меня, какая из всех версий наиболее органично, как на духу, самая простенькая, то бишь с маленьким турбомоторчиком и шестиступенчатой механической коробкой передачи. Радость-радость, как от того самого первого RAV4, который, кстати, перед рыночной премьерой назывался не RAV4, а FUN Cruiser, кайфомобиль. Вот оно, правильное название для C-HR. И нифига было лезть на поляну Honda. Там любопытное новшество, которое, ну, в какой-то мере позволяет нивелировать вот эту вот малообъемность этого двигателя. При старте, когда ты выжимаешь сцепление, включаешь первую передачу, автоматически подбрасываются обороты, тем самым снизится вероятность того, что, ну, либо двигатель заглохнет, либо произойдет при старте какой-то толчок. Примерно то же самое происходит, когда ты переходишь на передачу ниже, то есть подбрасывает обороты двигателя система, нивелирует она должным образом и обороты при переключении вверх. И в целом, добавляя сюда еще и великолепные избирательные движения, очень мягонько все происходит. Ты даже порой забываешь, что там моторчик 1.2. И вот здесь-то мы подошли к тому главному вопросу, будут или не будут продавать эту машину в России. Смотрите, здесь есть Яндекс.Навигация. Более того, помните, я упоминал, что что-то слышал о том, что в России есть две машинки. Есть автомобиль, и главный конструктор Коба-сан мне это подтвердил, прошел полный цикл сертификации для России, включая краш-тесты в связи с системой Эроглонас. Это дорогущая процедура, причем многие производители выводят некоторые модели с рынка, потому что нет смысла безумно дорого сертифицировать сейчас стало. А Тойота поступает наоборот. Она сертифицирует, но саму машину на рынок не выводят. Ну, это, как я говорю, до поры до времени. Если рыночная конъюнктура немножко улучшится, то эти машины в России продавать будут. Но, смотрите, какой нюанс. Сейчас Тойота CHR производится только в Турции, да, и оттуда поставляется во все европейские страны. И если бы принято было решение, что эту машину начнут продавать в России, она бы тоже поставлялась из Турции. А Тойота RAV4 производится в России. И, естественно, это снижает немножко себестоимость и розничную цену. То есть, получилось бы так, что Тойоту CHR пришлось бы продавать в России немножко дороже, чем RAV4. Это, возможно, только при хорошей такой рыночной конъюнктуре, когда вдруг опять начнут сметать все. Но даже если не начнут сметать все, я не исключаю, что все-таки машинку на рынок выведут. На Украине машина будет стоить Тойота CHR немножко дешевле, чем RAV4, и это вполне закономерно. Примерно такой же расклад сил будет и по всей Европе. С одним важным отличием. В Россию, равно как и на Украину, главным образом будут поставлять автомобили с двухлитровым двигателем. Называют то 144 лошадиные силы, то 148, то 150. Вчера вот 160, но очевидно, что речь идет о силовом агрегате от нынешнего RAV4 в паре с вариатором. И это, между прочим, будет самая мощная версия. Почему ее нет здесь? Ну, понятно, европейцы уже задушены экологическими нормами. И в данном случае только вот этот вот моторчик 1.2 Turbo может им отвечать. А для нас, пожалуйста, и двухлитровый мотор. И в некотором смысле это радует. Мы же что, мы уже покупаем у Турции помидоры, отправляем туда им своих туристов. Ну вот, можем этот автомобиль покупать. Классная получилась машина. Субтитры сделал DimaTorzok